Взглянуть на мир, привычные улицы, дома и пейзажи под другим углом нам всегда помогают художники. Именно их уникальное чутье и особенный взгляд на самые простые вещи позволяют превращать в произведение искусства буквально все, что нас окружает. Сразу две персональных выставки волгоградских мастеров открылись в стенах областной библиотеки имени Горького «Времена года» и «Мир птиц». Если на первом этаже само название говорит за себя, это пейзажи, которые населены птицами, которые можно увидеть и в Волгоградской области, и по всей России. И на втором этаже выставка, которая является плодом труда художника в течение пяти лет Юрия Лаптева. Это и пейзажи, и натюрморты, и тематические работы. Для художника Юрия Лаптева вдохновение кроется в самых простых вещах. Закаты и рассветы, пригревшиеся на солнце кошка, букет сирени в вазе, неброская красота волгоградских улиц и домов. Живопись сопровождает мастера с самого детства. «Сколько себя помню, столько этим и занимаюсь. В школе это обычно и парту все разрисовываю, все тетрадки. Вдохновляюсь самой жизнью. Вот что понравилось, то я пишу, скажем так, что за дело было. Ну и этим и занимаюсь. В общем-то, строения, животные, все, что окружает меня. Это мой мир на картинах весь понятен». Удивительную красоту мира передает своих полотнах и художник Евгений Власов. Ключевая особенность его пейзажей – птицы. Величавые лебеди и крохотные воробьи. Привычные всем горожанам голуби и степные красавцы удоды. Птицы дарят каждой картине ощущение полета и воздушности. А насыщенные яркие цвета приносят солнце даже в самый хмурый день. «Они оживляют пейзажи. Вот, они делают их живыми. И эти птицы, вот, скажем, осень наступает, перелетные громадные косяки гусей летят над нашим городом, над островом Сарпинским. На острове Сарпинском плавают лебеди, гуси, цапли. И их интересно включить в пейзаж. Даже какой бы ни был пейзаж распрекрасный по цвету, по краскам, но все равно без наличия там животного мира, птичьего мира, он проигрывает». Для каждой картины особое значение имеют техника и материалы. Мастера единодушно отмечают – масло дарит произведению яркость, интенсивность и определенность. Работы, написанные маслом, словно открытое окно, через которое можно увидеть живописные красоты остров Сарпинский, Заволжье, Прикарпатье. Акварель же придаёт работе лёгкость и эфемерность, напоминая сон или нежную фантазию. Увидеть всё это своими глазами можно и в библиотеке имени Горького до середины сентября. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Болгоград-1». Уникальная возможность увидеть пока только малую часть коллекции прославленного реставратора Евгения Николаевича Пушкина получили гости Волгоградского краеведческого музея. Всю свою жизнь ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РСФСР, посвятил бережному сбору и восстановлению самых редких и необычных музыкальных инструментов. Всего его коллекции насчитывает более 260 экземпляров. На выставке представлено 49 уникальных клавишных инструментов и гармоник 19-20 веков. Здесь и маленькие гармоники немецкие конца 19 века, вот такие вот малюсенькие. Здесь и шикарный европейский бандонеон, который играет в оркестре, который играет танго. Здесь и гармоники саратовские, и казанки, и, конечно же, аккордеоны, и две абсолютно чудные физгармонии. И вот этот удивительный мир звуков нас возвращает туда, где-то и в Европу, и в Россию. Музыкальный доктор — так говорили знакомые о Евгении Николаевиче. Инструменты, которые попадали ему в руки, он бережно восстанавливал и возвращал ему голос. Практически все представленные на выставке экспонаты находятся в рабочем состоянии, как, например, этот бандонеон. Вот такой инструмент, интересный очень, немецкий. И он в оркестрах Европы. И повторяю, что это один из главных инструментов оркестра, который играет танго. И, понимаете, не только Европа, это, естественно, и Аргентина. И вот такой красивый инструмент 19 века. Можно нам представить, как мы с вами танцуем танго, вот по такой чудной музыке. Представлены здесь еще более необычные экспонаты. Эти физгармонии сочетают в себе звучание клавишного и духового инструмента. До революции правилом хорошего тона для каждой зажиточной царицинской семьи было иметь такой инструмент и устраивать музыкальные вечера. А эта гармония любопытна тем, что в действие приводилась не руками, а ногами. Хочется отметить, что, несмотря на то, что, казалось бы, гармошка, такое наименование, чисто русский предмет, тем не менее, нет. Зародились они первоначально в Бельгии. Однако постепенно добрались и до наших краев. И благодаря Евгению Николаевичу мы, в том числе, можем посмотреть, как выглядит этот необычайный предмет. Конечно, она к нам привезена не из Бельгии, сделана местными умельцами, но, тем не менее, сам факт того, что такой предмет попал к нам, на мой взгляд, говорит о том, что Евгений Николаевич был истинным знатоком. В планах музея познакомить гостей со всем разнообразием богатой коллекции Евгения Пушкина, в которую входит огромное количество совершенно незнакомых публике музыкальных инструментов. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Как сообщает телеканал «Волгоград-1» со ссылкой на гидрометцентр, в начале осени в Волгограде ожидается жаркая погода. Синоптики сравнивают её с субтропической. В первых числах сентября столбики термометров поднимутся до отметок в границах от плюс 30 до плюс 35 градусов днём. Ночами будет прохладнее. При этом жара прогнозируется не только в Волгоградской области, но и в других южных регионах. Синоптики называют причиной противостояния циклонов и стационарного антициклона. В Волгоградской области продолжается всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться», в рамках которой представители общественных советов, субъектов системы профилактики и образования посещают семьи, состоящие на различных видах учётов, проверяют готовность детей к новому учебному году и оказывают необходимую помощь. На этот раз посетили семьи в Кировском и Дзержинском районах. «Сегодня мы посетили три семьи Кировского района, вручили ребятам рюкзаки с констоварами. Ребятам было очень приятно, мы видели, что глаза у ребят горели, они нам пообещали хорошо учиться. Мы считаем, что цель наша достигнута, потому что дети были довольны. И будем продолжать это на постоянной основе каждый год». Также с ребятами была проведена профилактическая беседа. Им напомнили о правилах поведения в школе и дома. «Волгоградская область поздравляет деток с предстоящими праздниками». Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в прислужбе городской администрации, в жилгородке появится новое разворотное кольцо для троллейбуса номер 15А. Напомним, ранее было принято решение о продлении маршрута. После больничного комплекса троллейбус поедет по улицам Землячки, Шекснинской, Восточно-Казахстанской до остановки улицы Ессентукская. Изменение схемы движения позволит обеспечить транспортной доступностью новую школу в Дежитском районе, которая распахнет свои двери перед учениками уже 1 сентября этого года. В рамках всероссийской акции «Каникулы» с общественным советом на территории детского лагеря имени Гули Королёвой в Городищенском районе Волгоградской области была проведена интеллектуальная командная игра «Право детям», в ходе которой член общественного совета при главном управлении МВД России по Волгоградской области Оксана Кравцова, напомнила детям о соблюдении правил безопасного нахождения на водоёмах и правил дорожного движения, в том числе с использованием самокатов. Участвовало 6 команд, в каждой команде было по 6 ребят, возраст от 14 до 17 лет. Ребятам очень понравилось, нам очень радостно, что данное мероприятие нашло отклик в их сердцах и душах, и мы будем проводить такого рода мероприятия на постоянной основе, потому что они востребованы. По итогам интеллектуальной игры командам, которые заняли призовые места, были вручены ценные подарки. В Волжском оперативнике уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. В больницу срезанной раной в области шеи был доставлен 34-летний мужчина. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего местного жителя. Как установили сыщики, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, в результате которого задержанный нанес удар в область шеи потерпевшего ножом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Жирновском районе задержано подозреваемое в хранении наркотиков. У 40-летней женщины был обнаружен пакет с частями растений с характерным запахом конопли. Изъятое было направлено на исследование, которое показало, что им является марихуана общей массой более полукилограмма. Установлено, что женщина нарывала растения, содержащие наркотические вещества, с целью личного употребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И снова мошенничество. Аферисты начали рассылать письма и сообщения о якобы успешном входе в личный кабинет госуслуг и предлагают сообщить об этом по телефону, который также указан. Далее жертва сама звонит мошенникам, а те говорят о якобы хищении аккаунта. Затем они могут требовать код из СМС для восстановления доступа к госпорталу. И в итоге сами войдут в личный кабинет человека. Будьте бдительны, не сообщайте никому своих персональных данных. Царь арбузный, полосатик 16-й, повелеваем! И фестиваль наш открываем! Арбузный фестиваль – визитная карточка Камышина. Ежегодно он привлекает внимание тысяч людей со всей России. Уважаемые жители города Камышина, гости нашего прекрасного родного города, я уверен, что каждый, кто сегодня здесь найдет занятие по душе. Развлечений на арбузном фестивале было действительно немало. Организаторами одной из площадок стали участники движения «Первых». Камышане и гости города разгадывали кроссворды, связанные с нашей малой родиной, декорировали артбузную локацию, отправляли письма победы и украшали ленточками железный арбуз, загадывая самые заветные желания. Я всем желаю трудолюбия, счастья, ну и, конечно, процветания нашему любимому городу. Патриотический клуб «Твой путь» провел для юных камышан спортивные мастер-классы. Перед выполнением сложных спортивных элементов тренеры рукопашного боя провели для мальчишек и девчонок зарядку. Затем ребята выполняли более сложные задания. Любители арбузного спорта и остальные гости фестиваля могли подкрепиться необычными угощениями. Например, пловом, приготовленным с использованием секретного ингредиента – арбузного сока. Когда плов готовится с любовью и от души, он всегда прекрасен, он всегда вкусен. И это замечательное блюдо. Друзья, прекрасен наш союз! Камышин, Пушкин и арбуз – так звучит девиз 16-го арбузного фестиваля. Поэт продекламировал со сцены стихотворение, посвященное ягодному виновнику торжества. Разверлась тьма, являя миру божественную сердцевину, О, дивный запах, чудный вкус! Скорей, давайте есть арбуз! Рядом с традиционной камышинской обжоркой выстроилось множество людей. Все желающие абсолютно бесплатно могли отведать самый главный десерт фестиваля. Какие арбузы самые вкусные? Камышинские! Чтобы попробовать местную достопримечательность, в наш город приехал великий царь Петр I. Император отметил, со временем камышинский арбуз не утратил своих легендарных вкусовых качеств. Зило – отменный плод! Удивляют и размеры плодов. Первое место в конкурсе «Арбуз экспо» заняла ягода, вес которой составлял целых 60 килограммов. Ее вырастил бахчевод Сергей Майоров. Стараемся, работаем, трудимся. Как? Само у нас ничего не растет, кроме сорняков, ничего. Камышане и гости города восхищались красотой художественной нарезки полосатой ягоды. Победу в номинации «Арбузные фантазии» одержали комбинат социального питания и школы 7, 1, 11. В рамках арбузного фестиваля между детскими садами прошел конкурс «Бахчевой страж». Коллективы представляли композиции, посвященные сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Первое место получила работа «Три девицы под окном», которую выполнили 48-й сад и Центр по работе с детьми и молодежью «Спектр». Здесь у нас видно было, что ручная работа, это изготавливали муляжи наших девиц. Мы довольны результатом, мы рады, что у нас первое место. В рамках фестиваля прошел конкурс «Арбузные малыши». Семья Сенькиных, одержавшая победу, признается, процесс создания арбузной коляски был непростым. Работа переделывалась минимум четыре раза. Менялось все, в том числе и материал листов сказочной книги. Сначала там за место белых листов были обои, они не очень смотрелись. Потом картон от старой техники тоже не очень смотрелся. Потом пришли вот к такому материалу и выглядит круто. На большой сцене арбузного фестиваля выступали артисты Дворца культуры «Текстильщик». Интересный очень концерт, прям молодцы. Сама организация фестиваля очень интересная и полезная, и не только для взрослых, но и для детей. Я отправила арбуз на открытку дедушке, бабушке. Очень интересно, такое масштабное мероприятие, я считаю. Собирает очень много людей в нашем городе, есть что посмотреть. Поступали детки, учащиеся в школе музыкальных искусств. Мне это очень понравилось. Фестиваль оценили не только местные жители, но и гости города. Арина Соколова специально приехала из Волгограда, чтобы посетить арбузное торжество. Больше всего понравились люди, народный промысел, которые продают брошки всякие. На арбузном фестивале можно было приобрести изделия, ручной работы и сувениры, а также сделать памятные снимки на фоне ярких фотозон. Анастасия Говорова, Софья Карпова, Сергей Пехтерев, Камышин ТВ Я принимаю уже второй год участия в конкурсе, и для меня это какой-то такой особенный праздник, что все детство я приходила на него, смотрела, и хочется, чтобы тоже поучаствовала. Вместе с ученицей школы номер 8 Дарьей Татариновой в карнавальном променаде приняли участие еще 18 конкурсанток. Готовя наряды в оригинальном арбузном стиле, каждая должна была также учесть тематику нынешнего фестиваля. Ученица школы номер 11 Мохова Анна представляет костюм наследницы арбузного письма, сошедшая с бала прекрасная леди Наталья Гончарова в сопровождении самого Александра Сергеевича. Жюри, которое возглавила директор драматического театра Маргарита Синчук, оценивала не только сами образы, но и артистизм моделей. Представив костюм арбузная краса Камышина, Дарья Татаринова стала победительницей конкурса. В своем наряде она выразила всю красоту родной земли, щедрость, богатство и плодородие отчего края. Во время карнавального променада на малой фестивальной сцене выступали солисты и коллективы детской школы искусств. Представители литературного объединения «Родник», а также творческого клуба «Прикосновения». Меж тем, на главную сцену один за другим выходили артисты Дворца культуры «Текстильщик». На протяжении всего вечера в Топольках продолжали работать развлекательные площадки «Широкая ярмарка», «Аттракционы для детворы». Мы сначала были на концерте, а потом ели арбуз и катались на батутах. Был арбуз вкусный, катался на аттракционах. На батуте было прикольно, на зеленом, который большой такой, самый большой. Там сильная большая горка такая, скорость тоже сильная. Мне очень все сильно понравилось. Батуты, я еще арбуз несколько раз ела, и желтый, и обычный. Очень вкусно было. Вечернюю концертную программу продолжили гости из Волгограда. Народная кавер-группа «Дэнс Балалайка» и мужской ансамбль «Музакадемия». Солнце светит и горячо, тебе приятную на плечо, запылает все во мне от любви моей к тебе. И пусть учащается наш вкус. Выши ручки. Начинается наш вкус. Начинается песня. Коллектив «Дэнс Балалайка», объединяющий в своем творчестве лучшие фольклорные традиции и современную подачу музыкального материала, вновь не оставил равнодушными от мала до велика. А уникальная команда мужских голосов «Музакадемии» исполнила композиции, воспевающие любовь к своей стране, семье и родному краю. Легендарную «Смуглянку» артиста предложили камышанам спеть вместе. Одной из участниц музыкальной импровизации стала Валерия Хрохоркина, в гости которой из Ростова-на-Дону приехала лучшая подруга. Мы с ней вместе учимся в институте. И для меня было очень важно привезти ее в наш город, посмотреть на арбузный фестиваль. Очень удивлена тем, как проходит тут фестиваль, потому что на моей родине таких фестивалей именно такого формата в принципе нет. Слышала тут, до этого людям задавали вопросы об арбузах, так вот, я попробовала. Мне очень сильно понравилось. Они наиболее сладкие, чем в том же самом Ростове, Таганроге и в других городах Ростовской области. Это как бы факт. Ежегодно арбузного фестиваля с нетерпением ждут в нашем городе. И несмотря ни на что, сладкий праздник не обманывает ожидания, оставляя у жителей и гостей Камышина самые яркие впечатления. Так случилось и в этот уже 16-й раз. Александр Маяков, Сергей Пехталев, Евгений Кочаков, Камышин ТВ Прогноз Пакота представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок». Летняя коллекция из натурального льна и хлопка. Новая коллекция одежды из натуральных тканей. «Волгоградский пуховый платок». «Волгоград». «Рабочий крестьянская 9» и «Советская 17». «Волжский». ТРК «Волгомол». Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 20 до плюс 24 днем до плюс 32 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова